Всем привет! В этот прекрасный, солнечный, почти что весенний воскресный день я решил текущий выпуск Библейской беседы записать на улицу, то есть на фоне всех рук дел Божьих, так скажем, да, потому что сегодня мы с вами будем обсуждать оставшийся час первой главы Бытия и первые три стиха второй главы Бытия. Это очень важная часть, они основополагающие вообще для всего основного повествования, и именно вопрос, который мы будем с вами рассматривать сегодня, это как христианин должен относиться к материальному миру, именно то, что Господь создал, то есть природа и все, что с ней связано, то есть какой роль человек имеет в сотворении конкретного человека, это будет на две части, какой-то часть сегодня и какой-то часть следующее воскресенье, и день субботный, поэтому без дополнительных слов или убегания в юрты сегодня с вами продолжим этот разговор. В прошлое воскресенье мы с вами разговаривали о пять свойств Бога, то есть которые мы увидели как раз, которые Он открывает нам в своем первом творческом акте, то есть мы увидели, что Бог прежде всего Творец, что Он извлекает из хаос порядок, что Он делает порядок, это Его есть работа, что Он использует Слово, то есть Иисус Сам является Логусом, Сам является Словом, то есть если мы хотим порядок в нашей жизни, нам нужно иметь вот это Слово Божие, именно самого Христа в нашей жизни, и что Бог, Он также, первое дело, первый акт, который Он делает, это разделяет тьмы от света, то есть Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, Он разделяет всегда тьмы от света. Мы увидели вот эти качества, вот эти свойства Бога, можете предыдущие видео посмотреть, для более развернуто, но сегодня мы продолжаем смотреть на творческая работа Бога, и нет столько времени, я не хочу тратить столько времени в этой серии, там на каждый день, там скрупулезно разбирать, это не цель, цель сегодня в этой серии, это посмотреть такая алла и нити, как я уже говорил, да, Царство Небес и Личность Иисуса Христа по всей Писании. И здесь мы видим такую очень интересную вещь, каждый раз, когда Бог творит что-то, в первый день, когда Он сотворил свет, да, когда Он отделил свет от тьму, Он увидел свет и Он сказал, это хорошо. Когда Он сотворил животное, когда Он сотворил звезды небесные, когда Он сотворил растительный мир, Он говорит, это хорошо. Много раз, шесть раз Бог повторяет слова, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Пять раз, и на шестой раз Он говорит весьма хорошо, когда Он творит человека, когда Он сотворяет именно человеческое тело, человек как душа живая, да, то есть это в совокупности все, что мы являемся, да, то есть и очень важно здесь остановиться и сделать большую паузу. Сегодняшний выпуск будет не очень длинный, но я хочу, чтобы мы об этом задумывались, хочу, чтобы вы задумывались, потому что это влияет на нашу жизнь. Бог любит свое творение, да, то есть Он смотрит на то, что Он сотворил, и Он говорит, это хорошо, это весьма хорошо. Природа, которая вот окружает нас, там, небеса, горы, моря, реки, животный мир, это хорошо. Даже ты, даже в твоем падчем форме, даже я, особенно даже я, в моем падчем форме, да, все равно Бог говорит, Он смотрит на нас и говорит, весьма хорошо. Это очень важно, как бы, понять, что это второй момент в Библии, который Библия конкретно вызывает нас использовать веру, то есть довериться Богу, что именно это так. Первый момент это, что Бог сотворил небо и землю, быть я один-один, да, то есть это важно, чтобы мы приняли это на основании веры, как я говорил в предыдущем видео, все наши отношения с Ним построены как раз на идее, то, что Он творец, и мы творение. Это дело веры, да, то есть представить мир таким образом, что у него есть автор, и что ты являешься частью этого произведения искусства, которое называется творение. Это влияет на то, как ты смотришь на мир, это влияет на то, как ты относишься к природе, это влияет на то, как ты относишься к самому себя и к тем, которые окружают тебя, да. Являешься ты просто произвольный какого-то шанса или хаоса, вышел ты просто из случайности, да. Вселенская лотерея, которая могла бы быть, могла бы и не быть, она на подсознание влияет на то, как ты будешь относиться к своей жизни, к себе, к ближайшим, и в конце концов природа, которая окружает нас. Это первый акт веры. Второй акт веры, о котором я хотел сказать сегодня, это то, что природа добра, и что материя хороша. Это на самом деле большой акт веры. Посмотрите вокруг себя, да, то есть, конечно, на фоне вот этих гор, когда светит солнце, так вот прямо приятно, да, можно подумать, да, на самом деле природа, вселенная, творение, она прямо прекрасная, хорошая, прямо переполненный изобилий и доброты, да. Но когда, допустим, в прошлом году мы старались ставить юрты, и там по поясу был снег, и зимогеддон, и минус 40, и вообще все шло не так, и клеш кусает, и болезни, и еще помимо клещ и болезни, да, кто-то скажет, это произвольное от грехопадение, с вами полностью согласен, ничего не говорю, но природа, она жестокая, да, то есть, один животный поедает другой, весь животный мир построенный, весь растительный мир построенный на смерть, на разлад, на какой-то энтропия, и опять вы скажете, это последствия грехопадения, опять не спорю с вами, да, но Бог говорит, это хорошо, его творение хорошо. В послании к римлянам Павел говорит, что все творение стонает под тяжестью греха и ждет искупления, ждет откровения сынов Божих, это значит о том, что природа не согрешила, да, то есть она не виновна в нашем грехе, и о грехопадении будем говорить позже, но она под узой в ожидании освобождения, у Бога есть желание возобновить природу, да, как бы родить ее заново, и Бог смотрит на свое творение, и Он говорит, это хорошо. Смотри, в первом церкви гностики, были такие люди, гностики, которые говорили, что они хотели вмешать, как бы притянуть за уши платонская философия и втянуть его в Новый Завет, втянуть его, как бы, в теологию христианства, в церковное учение. И они говорили, все, что материально, все, что имеет тело, да, то есть любое материальное тело, это все зло, это прямо врожденное зло. Единственное, что имеет какое-то доброе начало, это духовное, интеллектуальное, умственное, там, абстрактное, да, то есть, и поэтому они говорили, что Иисус не пришел в оплоти, да, и Иоанн в первом послании от Иоанна говорит, испытывайте духи, да, не всякий дух приходящий, не всякий человек, который говорит, говорит от Бога, но всякий дух, который исповедует Иисуса, пришедшего в оплоти, тот от Бога. Почему? Потому что материальный мир важен, и важно, чтобы мы имели правильное отношение к нему, да, мы смотрим на свое тело, мы смотрим на свою суть, мы смотрим на то, что окружает нас, и мы понимаем, что это падшее, это творение падшее, но благое, и Бог говорит, хорошо. Хотя у нас нет на это основания как бы и верить в это, да, то есть, если смотрим на природный мир, она жестока, как я уже говорил, повторяюсь, но Бог говорит, относись к этому, как будто это хорошо. Многие люди, я встречал с многими разными людьми, у меня встречается такой категории людей, которые вокруг себя всегда видят заговор, вокруг себя всегда видят, что их стараются обмануть, надуть, нагреть, обуть, еще что-то, да, они видят в каждом проходящего человека волка, они видят в каждом движении, там, своих соседей, каких-то, каких-то заговоров против них, там, или еще что-то, да, то есть, они видят, что материальный мир и человеческий мир, который окружает их, на самом деле, злой. И какой у этих людей жизнь, да, какова у них возможность продвигаться вперед, какова у них возможность творить что-то, или на самом деле превзойти себя, или свою ситуацию, никакое. Может быть, природа жестока, может быть, мы смотрим на суровые космосы, безграничные эти просторы, и мы осознаем, что в этой стерильной пустоте есть что-то такое страшное и жестокое, и даже на нашей планете, которая так кишит изобилие жизни, может быть, тоже она жестокая, но на основании веры нам нужно принять, что это хорошо. Хорошо. И человек, несмотря на его войны, несмотря на его грехопадения, несмотря на его лживые, непонятные, неправильные религии и представления о Боге, несмотря на то, что как он жестоко относится к саму себе и к тем, которые окружают его, это весьма хорошо, да. И твоя жизнь будет намного лучше, если ты будешь смотреть на зеркало, на зеркальное свое отражение в других людях, да, и видеть не волки, а люди, образ и подобие Бога, если ты будешь смотреть на природу и видеть не хаос, да, а творческие превосходящие искусства, да, то есть это дело искусства, которое просто превосходящее, это очень важно, чтобы мы о этом сегодня задумались. Именно такой подход, что мы смотрим на мир и мы говорим, это не хаотично, это не просто так. И еще больше того, это хорошо, я живу в хорошем мире. Только таким образом мы сможем на самом деле иметь силы и надежды благодарить Бога каждое утро, откуда у нас появляются чувства радости, откуда у нас появляются силы что-то делать. Смотреть на каждого проходящего человека, как на волка, на каждой происходящей ситуации, как на какой-то заговор против тебя, она сделает тебя слабым. Но для того, чтобы смотреть по-другому, надо верить, что есть автор, и что он сказал, что его искусство, его творчество, дел его рук, на самом деле хороша. В шестой день Бог сотворил человека. Господь сказал, и сотворим мы человека по образу и подобию своему. Иудеи, которые защищали идею единого Бога, то есть, которые защищали идею, что Бог един, услыши Израиль, Бог твой, Бог един. Вот эта вот идея, которая сплотила еврейский народ на протяжении много столетий. В самых первых стихах, их собственное священное писание, Бог говорит, давайте мы, давайте создадим в множественном числе. Как будто один голос говорит в множественном числе. Это о чем говорит нам об учении Троица, который откроется во всей своей красоте, в личности Иисуса Христа. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. И Дух Божий веял над водами. И мы видим Творящий Отец, мы видим Дух, Сила Божия, движущая Сила Божия в мире, которая также является личностью, Никейский символ веры, сопоклоняемым с Отцом. И Сын, Слово, Логус, который приносит порядок, который исключает противоречия, который является основой всего. И вот этот вот триединый Бог, Он приходит и говорит, создадим человека по образу и по подобию своему. Что это значит? Мы знаем, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, что Бог есть Дух. И всякий, который поклоняется, должен поклониться Ему в Духе и в Истине. Мы также увидели это, что это один из пять свойств Бога. Он Дух. Но, тем не менее, Бог создал нас. Создал нас в теле. Не только в духовной теле, но именно в плотской, в такое материальное тело. Что это значит? Это значит, что наше сходство с Богом, образ и подобие, которые мы имеем от Бога, это не только... Это не его телесное сходство, да? Как-то так, да? То есть, тяжело сказать, там, у Бога есть пять пальцев на ноге, и там нет, и даже, может быть, даже богохульно задавать такой вопрос. Вот. Ну, вы поняли, о чем я говорю здесь, да? В чем мы являемся образой и подобие Бога? И теологи, люди, которые намного умнее меня, обсуждали этот вопрос, ну, буквально тысячелетиями. Вот. Но один из тех вещей, о котором я точно могу сказать, да, то есть, смотря на Священное Писание, на это место, это то, что Бог творец. И у Него есть творение, вся Вселенная. И Он дал нам власть творить что-то здесь, в ограниченных рамках, но творить. И поэтому в этом плане мы являемся образом и подобие Бога. В этом плане мы проговариваем в свою жизнь, в реальность, в своих собственных головах, да, порядок. Мы используем слова, чтобы упорядочить свою жизнь. Не колдовство, опять же, нет, конечно. Внутренний свой диалог, разговор, который упорядочивает наше действие. Мы используем это слово для того, чтобы производить порядок и творить что-то. И в этом плане мы тоже похожи на Бога. Мы образ и подобие Его в этом. И вдохнул Господь Бог в ноздри человека и дыхание жизни, да, и Он стал душой живой. И Господь сказал весьма хорошо. То есть мы должны принять на основании, опять же, веры, что люди имеют добра. То есть я понимаю, что Библия дальше учит после грехопадения, что человек крайне испорчен, да. Но в изначально нашей форме Господь создал нас добрыми, создал нас весьма хорошо. Мы должны это увидеть и принять. Последний момент, который я хочу, чтобы мы здесь увидели, это что Господь имел труд, Господь имел работу, Он сотворил всю Вселенную. Да, то есть это была Его работа, которую Он делал, и на седьмой день Господь почил от всех дел Своих. Но Он дал Адаму тоже работу. Адам и Ева имели труд. Я хочу, чтобы вы здесь увидели одну очень важную вещь, что труд и отдых, да, творящий вот инстинкт, то, что мы хотим творить что-то вместе с Богом, и отдых в седьмой день, они предшествуют грехопадению. Очень часто мы думаем, что вот в утопе, в раю не будет работа. Как раз в раю будет работа, да, то есть потому что она была еще изначально в Эдемском саду, была работа. Был труд, может быть, не работа, потому что мы были тогда не рабами греха, не рабами своих плотских похотей или еще что-то, но была на самом деле труд. И труд – это то, это опять же творческий процесс, то, в чем мы выражаем хотя бы отчасти то образ и подобие, которые мы имеем с Богом. Тот образ и подобие Бога, который мы несем в себя. Это через то, что мы творим, и через то, что мы трудимся. Когда мы не трудимся, когда мы не отдыхаем, когда мы превращаем творчество просто в рабство, когда мы превращаем труд просто в мартышкин труд, да, в работу, так скажем, тогда мы на самом деле теряем вот этот образ и подобие Бога в каком-то части. Когда мы впускаем в свои жизни похоти, когда мы отвергаем свет Божий и логус Божий, и Слово Божие, тогда наша жизнь снова превращается в бесформанный хаос, водой бездны, из которого Господь извлек первый порядок. И мы накрываемся буквально тенью. Я хочу, чтобы мы все сегодня поняли, что это очень важная вещь. Принять верою, что то, что мы видим, благо. Даже если над нами на самом деле накрылся тень. Смотреть и видеть, что те люди вокруг нас хотя бы имеют потенциал на добро. И не судить их прежде времени. И понять, что у каждого из нас есть труд, есть задача, есть послание, есть то, что мы должны делать в этом мире. Это то, что отчасти делает нас похожими на Бога, да, отчасти то, что является Его образ и подобие. Если мы не делаем, если мы не совершаем свою миссию, да, свою задачу на этой земле, тогда мы уйдем в вечную тьму. И поймем, что на самом деле вы прожили свою жизнь в мире. Поэтому сегодня это все. На сегодняшний момент, в следующее воскресенье, мы будем говорить с вами о творении человека чуть-чуть более углубленно. И о жизни в райском саду до грехопадения. И как это влияет на наше понимание царства, небес. Уже стало немножко прохладно. Поэтому для второй части этого видео, ответ на вопросы, мы опять сбежим в юрту. Ну вот, заскочил в юрту, кофеком подкрепился. И теперь можно приступить к тем вопросам, которые я на этой неделе получил. Повторяю, что я не могу, естественно, отвечать на все вопросы. Выбираю один вопрос, который я отвечаю вот здесь вот на этом видео. Но стараюсь на все вопросы, которые есть, ответить, которые поступают. Вот. Поэтому, если у вас есть библейский вопрос, вопрос относительно Библии, отправляйте его на указанный внизу электронной почту. И я обязательно постараюсь ответить. Сегодня я решил ответить на два вопроса. Потому что ответ, корень ответа, так скажем, на обои из этих вопросов одинаковы. И поэтому, как бы, можно убить два вопроса одним стихом, так скажем. Да, то есть. Первый вопрос. Это, Джастас, как ты относишься к заповеди, почитая день субботный? Да, то есть, свети день субботный, который мы встречаем в десяти заповедях. Человек писал, то есть, как бы, подчеркивал важность этих заповедей. Что это не просто какой-то из санитарных, в кавычках, законов, которые есть в закон Моисея. Но что это, на самом деле, как бы, важный закон, потому что он является в десять заповедей. И единственные заповеди в десяти заповедях, которые сегодня христиане как-то, по его мнению, пренебрегают. То есть, это первый вопрос. Второй вопрос, похоже на первый, в том, что относится к Старому Завету, да. Но немножко, чуть-чуть более сложный. Человек пишет о том, должны мы, как христиане, иметь такое или иное отношение к еде. Да, отношение к еде. А именно удавленного или еда с кровью, да. Он ссылается на главу в Деяниях, на место в Деяниях, после первое павловское миссионерское путешествие, Павел Варнава, возвращаются в Иерусалимский совет и обсуждают, можно ли спасаться язычникам, да, таким, как мы с вами. То есть, открыто благовестие для нас. И что нам нужно сделать, кроме верования в Иисуса Христа и исполнения тех заповедей, которые Иисус дал, что язычнику нужно делать, чтобы войти в церковь, войти в Царство Небес. Были две стороны этого аргумента. Были некие братья из секта фарисеев, да, то есть, которые были бывшие фарисеи, которые спорили, что язычники должны соблюдать весь закон Моисея. Их был Павел. И даже Петр. Которые спорили наоборот, что все-таки благодать есть благодать. Иисус совершил весь закон, исполнил закон, и язычники не должны исполнять весь Моисеев закон. Они могут принять спасение чисто верою. То есть, исполняя те заповеди, которые Христос и его апостолы конкретно поручили. Но после вот этих обсуждений на Иерусалимском совете, братья апостолы собрались и написали письмо, которого они отправились с Павлом и с различными мужами обратно в Антиохию, и потом разослали по всему языческому миру. Это письмо имело некое немножко странное содержание. То есть, они с одной стороны говорят, что мы не хотим, чтобы вы были обремененными другими какими-то заповедями, кроме как благодать Иисуса Христа. Но там есть несколько вещей, которые Иерусалимский совет говорит братьям-язычникам, что они должны исполнить. Во-первых, они должны воздержаться от сексуальной нечистота, то есть, от прелюбодеяния, так скажем, или прелюбодействия. Второе, они должны удержаться от идоложертвенного. И третье, они должны удержаться от мяса с кровью, от удавленного. И поэтому вот вопрос заключается в том, должны ли мы, как современные новозаветческие христиане, уже в 2018 году удерживаться от идоложертвенного, но конкретно от удавленного. То есть, спора нету, что мы должны не прелюбодействовать, то есть, не заниматься любодеянием, прелюбодействием. Ну а как насчет удавленного? Поэтому два вопроса. Субботный день и удавленного. На самом деле, на обои из этих вопросов мы можем ответить, обратив внимание на послание к евреям. К сожалению, послание к евреям является один из самых неизучаемых книг Нового Завета наравне с Откровением. Про Откровение я понимаю, почему оно неизучаемое. Но на самом деле, послание к евреям – изложение очень простое, очень внятное, очень поднятное. Есть ли его читать как целое произведение, а не разрывать его как по отдельным стихам? Это очень важно для христиан сегодня понять, что говорит автор послания к евреям. Если мы понимаем книгу «Послание к евреям», которая есть в Новом Завете, то для нас будет легче понять послание к Галатам, для нас откроется, на самом деле, очень глубокое значение послания к кремлинам, и вообще все, о чем говорил Павел, становится намного более понятным. И даже некий конфликт, который, кажется, имеется между посланиями Павла и, допустим, посланиями Якова, Юда и Петра, она исчезает. Если понять вот это коренное, вот эта проблема или идея, которая есть посланник евреям, которая отвечает на то, должны ли мы почитать субботный день и должны ли мы не кушать удавленного. Посланник евреям начинается с первой главы, с такими прекрасными словами, да? В прежние временами, разными путями, Бог говорил своему народу, то есть Бог говорил издревле. То есть Он говорил через ангелы, Он говорил через пророки, Он говорил через святые мужи, но в наши дни, в последнее время, Он проговорил последнее Своё Слово через Своего Сына Иисуса Христа. И автор послания к евреям систематично проходит через всю эту книгу и открывает то, что Иисус больше, чем весь Ветхий Завет. Что именно во Христе, именно в Новом Завете, который Христос принёс, есть исполнение старого и обетование нового, вечной жизни и то, что Бог хочет дать. Это очень важно увидеть. Начиная с первой главы послания к евреям, автор послания последовательно идёт, говорит, Иисус больше, чем предыдущих посланников, больше, чем ангелов, больше, чем Моисей, больше, чем Иисус Навин, больше, чем отдых, который дал Иисус Навин, который дал закон, что его жертва больше, чем те жертвы, которые приносили священники бывшие, что его священство по чину Минхозадека больше, чем левицкое священство. Она на самом деле заменяет её. Ключевые идеи, которые есть в этом послании, это то, что ничего, что сделало совершенным, не сделало совершенным через закон, только через веру, только через благодать, которую приносит Иисус Христос. Это первая идея. И вторая идея, это то, что старый завет уже иссяк своей силой, он уже проходит в прошлое, и новый завет заключён на крови Иисуса Христа, на самом деле, то, на что мы должны стоять. Знаменитые даже стихи, которые есть посланник евреям, по тому, что уже нет другой жертвы, для осознанной грещащей, для тех, которые осознанно грещат, это я, если память подводит, это в шестой главе послания к евреям, это говорится о том, что если у тебя есть грех, если ты совершил какой-то грех, будучи христианином, ты не можешь вернуться в храм и принести ягнёнка, или принести по старому закону Моисеева жертву за свой грех. Ты только можешь надеяться на жертву Иисуса Христа. И это очень важный момент. То есть мы буквально видим то, что Иисус говорил, я не пришёл уничтожить закон, но исполнить его. То есть закон был от Моисея до Христа. И закон Старый Завет, он говорил о Христе. На самом деле, закон Божий, Старый Завет, можно поделить на четыре части. Это нравственный закон, который всегда имеет силу. Второе, это сакральный закон, то есть те праздники или обряды, которые должны были отделить израильский народ от язычников, и которые смотрели на Христа, которые были прообразами Христа, как в субботный день. Это прообраз отдых, который мы должны иметь, духовный отдых во Христе Иисусе. Третье подразделение законов, это законы жертвоприношения. Те законы, что ты должен сделать, то есть ты нарушил какой-то из законов, чтобы восстановить отношения или с Богом, или с человеком. И четвертая категория законов, которые были, это законы культурные, именно относящиеся конкретно к еврейскому народу в тот момент. Можно ли разводиться, нельзя, там расписку писать нужно или нет, ну так далее, так далее, так далее. То есть четыре категории закона. И мы видим, что, когда Иисус пришел, Он сделал что? Во-первых, Он укрепил, то есть подчеркнул нравственный закон. Из древней вы слышали, что сказано древними, не убивайте. А я вам говорю, если даже у вас есть ненависть в вашем сердце, то вы уже убили. Древние вам говорят, не прелюбодействуй. А я говорю, что если вы даже смотрите на женщину с прелюбодяния в сердце, с похотью в сердце, вы уже прелюбодействуете с ней в своем сердце. Тем самым Иисус показывает, что грех это не только то, что мы делаем, но именно мотивация, то, что есть внутри нас, которая лезет наружу. И поэтому Он подчеркнул или, как сказать, укрепил нравственный закон. Но сакральный закон, закон праздников, закон обрядов, Он исполнил. Он является нашим жатвым. Он является нашим юбилеем. Он является нашим. Все праздники, все, что мы видим, мы видим в нем. Он является нашим субботним днем. Христос. Жертвоприношение. Он исполнил их. То есть последняя жертва, посланник евреев четко про это говорит, что последняя жертва стала сам Христос. Сам Христос принес себя в жертву. И поэтому Он является последней жертвой. Последний завет. Последняя жертва. Исполнение или заключение финальная жертва всех жертв. То есть больше нет никакой жертва. Только вера, что Христова жертва достаточно для нашего греха, для очищения нашего совести. И четвертой категории законов. Культурные законы. Иисус поручил своим апостолам, и мы видим это в посланиях Павла, Петра, Иоанна, и кто поручил апостолам создать новый порядок для церкви. То есть в послании Коринфианам мы встречаем, где Павел дает конкретные культурные указания для Новозаветческой церкви, которой мы до сих пор следуем. Отношения между мужем и женой, отношения между родителями и детьми. И поэтому опять повторяю, Иисус подчеркнул или укрепил нравственный закон. Он исполнил в себя сакральный закон. Потому что сакральный закон смотрел на него. Все праздники были как тень того, что должно было прийти. Как предвкушение Христа. Он завершил последние жертвы, совершил последние жертвы. На крестьянском сказал, совершилось. Совершил последние жертвы, поэтому поставил точку на это. И поручил своим апостолам дать новый культурный закон для церкви, основанный на его, на его личность, на его служение и на Духом Святом. То есть, они имели Дух Святой для того, чтобы это делать, эту работу. Возвращаемся к второму вопросу. Я знаю, что я уже здесь много чего наговорил, но возвращаемся к второму вопросу, который был. Язычники обязаны не кушать удавлено? То есть, мясо с кровью, все это, это плохо или нет, или как нам к этому относиться. Давайте посмотрим чуть-чуть на вот эти три вещи, опять же, которые Иерусалимский Совет говорил в своей письме. Первая из них, это чтобы воздержались от прелюбодьяния. Слово, которое в этом списке используется, это не прелюбодьяния, на самом деле, это порнея, которое обозначает любое отклонение от представленного нравственного порядка, да, даже визуально, или еще что-то, откуда у нас слово порнография, да, порнея. Вот. Это не то же самое, что прелюбодьяния, да, то есть, допустим, фарисеи называли любая скульптура, там, женское тело, открыто в любой форме, даже там, выше колена, это они считали порнея, да, то есть, и именно от этого, от этих выражений, то, что евреям казалось на тот момент, то есть, их культура была, ну, бесчестье, и мы можем с ними уже даже в чем-то согласиться сегодня, да, они говорят, что это порнея, да, то есть, но опять же, это относится к культурному их восприятию мира, да, не к нравственному, точно, точно так же, как и второе, да, то есть, не кушать идоложертвуное, Павел конкретно открывает нам послание к оринфианам, что идол ничего, и мясо, которое дано идолу ничего, и бес это ничего, да, но, если твой брат спотыкается о том, что ты кушаешь, если он притыкается, что ты кушаешь идоложертвуное, если ты знаешь, что ты идоложертвенный, тогда ради его совести, ради своей совести не стоит этого делать, хотя, это не является нравственным, опять, вопросом, и третий вопрос, это удавленного, да, не кушать удавленного мяса с кровью, да, то есть, это было поручение, которое было дано, и тут опять видим, что все три поручения Иерусалимского совета, они были, как раз, из культурного характера, да, который Иисус перепоручил своим апостолам создать новую культуру в церкви, тогда почему Иерусалимский совет возложило на язычников вот эти три ограничения, Иаков, ну, в предыдущих стихах до этого письма, Иаков конкретно дает объяснение тому, из-за того, что Моисей читается и почитается в многих синагогах по всему миру, где проповедуется сейчас Евангелие среди язычников, давайте будем воздержаться, то есть, на тот момент церковь, раная, она старалась сохранить некое единство с иудаизмом, они не хотели вот этот раскол, который потом окончательно случился, и старались найти мир с почитателями, с мучениками Моисеева, да, и ради это, они говорили, лучше не иметь каких-то скульптур или каких-то изображений, которые, ну, казалось бы, для евреев непорядочными, да, лучше не кушать идоложертвенное и лучше все-таки воздержаться от удавленного, потому что они знали, что именно эти три пункта будут камнем преткновениям для богобоязненных иудаистов, для богобоязненных почитателей учеников Моисея, и они не хотели, чтобы поведение язычников оказалось преткновением для евреев, для евреев в рассеянии, чтобы они смогли войти в церковь, да, то есть, рано или поздно, чтобы это не служило для них такой каменной стеной в ход в христианство, поэтому это был такой дипломатичный ход, как раз поиск мира, именно поэтому этот закон, я считаю, что он не распространяется на нас сегодня, хотя, можно быть в безопасности и просто не кушать мясо с кровью, но, я думаю, что это очень важно, это понять корень, точно так же с субботным днем, да, 10 заповедей нигде в Священном Писании, нигде в Старом Завете или в Новом Завете мы не видим такое четкое разделение 10 заповедей от всех остальных заповедей, да, мы просто их изучаем наизусть, как дети, там, пишем на каких-нибудь каменных плитах, перед, там, не знаю, в музеях, там, или еще где-то, там, входах в церквях, и поэтому мы их, как бы, поставили на педестале, на самом деле, 10 заповедей это как оглавление, это как некий такой индекс закона, он показывает, что, о чем закон говорит, Иисус в своем служении на этой земле, на своем служении, когда он служил людям, неоднократно евреи обвиняли его, как раз, в том, что он нарушает субботный день, да, и он говорит, суббота создана для человека, не человек для субботный день, и поэтому Иисус показывает нам тем самым, что он, как он сказал, господин субботный, субботы, и поэтому Павел дальше в своем послании, если память не подводит, это послание к холосианам, говорит, что если ты почитаешь какой-либо день недели, месяц, года, субботный день, полнолуние, или еще что-то, делай это как для Господа, если не почитаешь, то как для Господа, вопрос, как раз, в твоем сердце, в нашем сердце, да, мы, как христиане, ученики Иисуса Христа, ученики Его апостолов, не ученики Моисея, мы смотрим на Старый Завет, мы смотрим на Моисеев закон, чтобы увидеть Христа в них, да, чтобы увидеть, что Христос исполнил, какой Он долг заплатил, что Он сделал для нас, но закон, который мы должны почитать, это закон Христов, закон Его апостолов, который Он нам дал, и это не к тому, что почитание субботный день не имеет пользы, то есть очень много научных исследований, очень много доказательств тому, что если человек раз в семь дней, на седьмой день, посвящает полностью день для отдыха, для размышления, темп жизни снижает, что для него большое, огромная польза, я вижу, что в этом есть некий порядок, который очень важный, но это не относится уже к нравственным законам, то есть если ты в седьмой день поработал что-то, то есть никто тебя побивать камнями не будет в Новом Завете, но это хорошая была бы идея, почитать субботный день, седьмой день, как мы сейчас делаем в воскресенье, для того, чтобы обновиться духовно, но понимать, что настоящий наш отдых есть во Христе, поэтому я надеюсь, что я смог ответить на это, Моисеевский закон прошел, он отслужил свою функцию, теперь нам нужно следовать за Христом, а это значит, любить Бога, любить ближнего. Спасибо большое, что вы смотрите, надеюсь, что эти видео могут быть для вас хоть какой-то пользой, пусть вас Господь сегодня благословит в этот сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok